В таком составе губернатор и епископы встречаются впервые. Совсем недавно в регионе по решению патриарха Московского и всей Руси Кирилла были образованы пять епархий. Все они входят отныне в Кубанскую метрополию. С владыкой Исидором Александр Ткачев знаком давно, а вот с некоторыми руководителями епархиальных управлений лично знакомится только сегодня. День выбран не случайно. Накануне православные отмечали один из главных христианских праздников – День Святой Троицы, а сегодня – День Сошествия Святого Духа. За чашкой чая обсуждают тему возрождения православия в регионе. За последние годы много было сделано, но предстоит еще больше, говорит губернатор. И важно, что церковь и власть находят понимание. Никогда не забуду слова владыки Исидора, когда мы познакомились более 10 лет назад. О том, что в 80-м году у нас всего было три собора, 18 церквей и пара десятков молитвенных домов. Сегодня храмов, церквей, монастырей в крае уже почти 500, и только за последние пять лет открылось 150. В том, что наш край сегодня славится не только возрождением казачества, но является оплотом православия, конечно, это ваша заслуга, безусловно. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех вас за эту искреннюю, самотверженную работу. В крае власти делают все для возрождения православных традиций, помогают восстанавливать храмы вместе с неравнодушными людьми. Об этом сегодня говорил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. С 2011 года действует краевая программа «100 храмов». С этого момента на Кубани было заложено 22 православных храма. Глубоко уважаемый Александр Николаевич, я хочу поблагодарить вас за то, что вы неравнодушны к нужным и забозам русской православной церкви. Можно сказать, теперь забоза у вас стало в пять раз больше. Однако сегодняшняя наша встреча свидетельствует о том, что вы готовы понести новые труды, потому что они направлены на благо Кубани, ее мир и спокойствие. Вы твердо знаете, что только духовное, нравственное воспитание создает и поддерживает базовые национальные ценности, без которых не сможет существовать ни наша Кубань, ни наша Родина, Россия. Этот год для Кубани особенный. Край будет отмечать сразу три знаковых события. Столетний юбилей главного кубанского храма Свято-Екатерининского кафедрального собора в Краснодаре, 220-летие старейшего Свято-Покровского храма в станице Тамань и 220-летие основания первого казачьего монастыря Екатерининской лебяжьей пустыни в Брюховецком районе. Этот уникальный духовный центр раньше служил тылом для казаков, которые несли службу по охране южных рубежей России. А в 20-е годы обитель полностью разрушили. Сейчас богослужения проводятся в бывшем Доме культуры. Из того, что осталось от старых стен, это разрушенная водокачка, причем сохранившаяся еще и, можно сказать, действующей скважиной, качественной, хорошей воды. И сохранилась гостиница для паломников. Мы хотели вернуть часть икон, которые когда-то принадлежали обители, и их люди сохранили в тяжелые времена гонений, часть икон вернуть монастырю. То есть у нас будет, так сказать, передача некоторых старинных икон монастыря. И, наверное, очень важно, что мы в этот год для юбилейной монастыря получили статус официально мужского монастыря. Мужской монастырь Лебяжья пустынь не просто православный комплекс, а памятник истории культуры всего русского народа. И древняя кубанская обитель должна быть обязательно восстановлена. При этом не забывают и про другие территории. Так на севере края, рассказывает епископ Герман, построит собор в честь преображения Господня. Он появится прямо при въезде в Ейск. Проект храма показывают губернатору. Церковь будет одной из самых высоких – более 50 метров. А вот епископ новороссийский Геленджикский феогност сегодня высказался за идею строить в крае небольшие приходы. По его мнению, это только сплотит верующих. В то же время они должны отказываться и от возведения кафедральных соборов, в особенности в крупных городах, таких как в Новороссийск. И хорошо, что находятся и меценаты, которые помогают в этом благом деле, и власти, оказывающие поддержку. Как выразился феогност, это милость Божья сегодня служить на Кубани. Портовый город, Новороссийск, город славы России. Конечно, хотелось, чтобы там был величественный кафедральный собор, чтобы сегодня не только входящие корабли, но и проходящие мимо знали, что земля русская, православная, и мы здесь крепко стоим на этой земле на своей. Самый молодой епископ на встрече – Армавирский Лобинский Игнатий. Ему 41 год, из них 20 лет служил в Санкт-Петербургской митрополии. Только недавно возглавил управление на Кубани. Говорит, повезло с коллегами, выражаясь светским языком, и с прихожанами. Со всеми удалось найти общий язык. Мне в какой-то степени повезло, потому что духовенство есть, которое училось в Петербурге. И вот эта школа петербургская, она все-таки присутствует. Народ очень добродушный. То есть они все... Здесь? Да. Более открытый, да? Более открытый, да. Но помимо строительства и восстановления храмов, есть еще много задач, где властям не обойтись без помощи русской православной церкви. На этом не раз сегодня делал акцент губернатор. Например, в решении социальных задач, таких как поддержка семьи. Помощь нужна и многодетным, и приемным семьям, и неблагополучным. Надо возвращаться к традиционным ценностям. Так сегодня ориентир, чтобы в кубанских семьях было по трое и больше детей. Край выделяет необходимые средства, но иногда человеку нужна просто духовная опора, моральная поддержка и утешение. И очень часто только церковь в силах все это дать. Задача наша, она и политическая, она и православная задача. В каждой станице храма, да? У нас огромное количество станиц без ничего. Так или нет? У каждого. Так, ну это же совершенно неправильно, это непостижимо. Мы говорим, православная земля, Кубань. Время наступило собирать камни, и государство в том числе не должно стоять в стороне. Православие на Кубани, это во всей стране залог стабильности, мира, согласия. И, конечно, огромную несет в себе воспитательную работу. Русская православная церковь, вера – это вещи абсолютно фундаментальные, вечные ценности, которые были, есть и будут. Люди на Кубани духовно богаты и открыты. И жители – это главное богатство региона, отметил Александр Ткачев. Край славится не только возрождением казачества, но и является оплотом православия. И важно, что на Кубани живы, духовная, историческая память, сохраняются православные традиции и ценности. Евгений Вольский, Денис Перец и Денис Москаленко, 9 канал Краснодар.